Дорогие товарищи, я обращаюсь к вам из города Сургута, Ханты-Мансийский автономный округ. Меня зовут Вадим. Дело в том, что я ярый противник нынешней власти. Я делаю все возможное, начиная от выбора, заканчивая митингов. Для того, чтобы поменять власть, это преступная власть, можно сказать, нынешняя власть, действительно преступная, криминальная, преступная, бюрократическая, капиталистическая. Что я хотел сказать вам, за то, что я не выписывался в верхний формат, они забрали моих детей со школы. Обманным путем, со слов детей, они детям сказали, что якобы едем на экскурсию, и забрали детей, разместили в бюджетное учреждение социальной помощи детям, так называется, в городе Сургуте. Что я хотел сказать, вот это детей забрали имя не из-за того, что я иду против властей. Я постоянно регулярно митингую, организую митинги против бюрократической преступной власти. И они забрали мои детей из-за того, что усимирят меня, успокоят, якобы заставят меня замолчать. Замолчать меня никто не может. В свое время, в 2014 году, они меня и так же уволили после митингов, через неделю с работы, выцелили из жилья, как фашисты, с тремя малолетними детьми, прямо на снег, зимой. Жилье было ведьмостное. И сегодня забрали детей. Эти методы фашистские, в 1941-1945 годах немецкие фашисты в таких же методах давили на стариков, на детей. Вот эти методы сейчас делает наша власть. Наша власть – это потомки генерала Власова, мы их называем. Это так и есть. Поэтому такой случай может случиться со всеми. Как только вы поднимете глаза, как только вы скажете всю правду в глаза нынешних властей, они будут давить на вас, будут давить на жены, будут давить на детей, на стариков. Вот таким образом они и хотят нас усимирять, хотят нас заставить уважать. Мы не уважаем и не будем уважать преступной власти. Это мы однозначно, коммунисты, говорили. И мы боремся с ними. Сегодня страдают мои дети. Они издеваются над моими детьми. Регулярно дети меня звонят, сообщают об избиении. Смотрите, слушайте. Я записываю. Сейчас приеду. Уже коз идёт на паечесе. Тебе в кровь идёт? Да, на паечесе. А ну рекомендуйте. А что вы что-то не пришли? А сегодня у меня нету. Желаю. Я сэмблюсь. Мало того, что они сегодня забирают детей, из-за того, что это дети коммунисты, это дети оппозиционеры, это дети противника ненавистики фашистского власти, они издеваются над моими детьми. Недавно одного ребёнка заразили инфекционным заболеванием. Мне до сих пор две недели ребёнок лежал в больницу, до сих пор мне об этом диагнозы не говорят. Не говорили. Якобы ребёнок проходит обследование. Якобы ребёнок проходит обследование. При этом детям ставили укол. От чего, непонятно. Ребёнок звонил регулярно, говорили, что ему ставится укол, его лечат. А от чего, опять так же, скрывают. Они издеваются над моими детьми. Так что, я регулярно получаю письма из Управления внутренних дел, из ОМВД города Сургута регулярно получаю, из прокуратуры получаю, что да, сотрудники полиции нарушили закон. Если мы с вами нарушаем закон, мы являемся преступниками. А сотрудники полиции забрали детей незаконно, они всего лишь привлечены к дисциплинарной ответственности. Я получил ответ с аппарат губернатора, что были нарушены права детей и были наказаны сотрудники администрации. Тем не менее, детей не возвращают. Опека также на меня подаёт суд на лишение родительских прав. Дело в том, что я в прошлом году встречался в администрации с заместителем главы города Пелевина Александром Рудольфовичем. Я требовал земельного участка как многодетная семья для улучшения своих жилищных условий. Он меня в открытии сказал, потому что я писал и президенту, подавал на них суд, писал в прокуратуру, что очередание идёт. Он меня в открытии в глаза сказал, что я тебе лишу статуса многодетного, что ты не ходил тут, не требовал земельного участка. Вот результат. Масловагон подлил директор школы. Когда я ходил, требовал директор школы перестать раздавать значки, вот такие значки в школе раздавали первоклассникам, детям. Я требовал прекратить раздачу таких значков. Я обратился в прокуратуру. Прокуратура признаёт, департамент образования признаёт, что да, раздавали школы, садики таких брошёлки пятилетному ребёнку. Всем детям раздают такие книжки, вот такие значки в детях, в садиках, в школах. Тем не менее, меня отвечают, что нарушения нет. Это нормальное явление. И директор школы написала заявление в полицию и пришли, забрали сразу же, моментально забрали детей после заявления директора школы. Не было никаких проверок, никаких комиссий. Я сам не пьющий, не курящий. Работаю в общественном, политическом деятельности, занимаюсь и подрабатываю, когда надо на такси. Я веду нормальный образ жизни. Они не забирают детей без призорников из улицы, они забирают нормальных детей, из семьи. Потому что этих нормальных детей можно контролировать. А дворовых, вот, при без призорников, они не смогут управлять, держать в этом учреждении. Поэтому на улице ходят без призорники. А из семьи, нормальных семей, забирают детей. И регулярно, ежемесячно, десятки миллионов рублей тратится на этих детей. Регулярно. Здравствуйте. Минуточку. Тратятся деньги на детей, именно из-за того, что 10 детей задерживают там. Работает, я опять же повторяю, в этом учреждении 50 человек. Работает в опеке, тоже где-то в районе 50 человек. Работает в территориальной комиссии, по-анесу, они выписывают, они делают деньги на слезах детей. Они делают деньги, они выписывают по бумагам, по бумагам, они все уже сделаны. Я получил ответ с прокуратуры, что прямо так и написано, если переводить на русский язык, на простой язык, что да, то, что вы обращались, нарушение там, то, 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 все есть, но нарушения нету, мы своих не сдадим. Прямо так и говорится в ответ, мы своих не сдадим. Ребенка, который избили, факт подтвердился в травматологии, что ребенок получил ушибы, травмы с другим лицом. Так и написано. А мне уверяют администрации и это бюджетное учреждение, и в полиции, и в прокуратуру, что ребенок сам себе нанес удар. Якобы ребенок сам себе прижимал дверь в свои пальцы, и из пальцев пошло кров. Вот. Якобы ребенок сам плачет. Ребенка, где я? А, море, как мне здесь? А чем она в скопку не пошла? А сегодня у меня нету. Ребенка, меня уныл. Тетя бьет. Чем бьет? Где? Где? Тетя. Приходите. Вы же лава. Да. Меня тет бьет. Баба. Тетя. Тетя. Тетя бьет. Тетя бьет. Тетя бьет. Тетя бьет. Тетя бьет. Тетя бьет. Сейчас приеду. Сейчас приеду. Вот таким образом, дорогие товарищи, они работают методом фашистов. Я нынешний власть назвал фашистами и называю фашистами. Спасибо. Продолжение следует...